Итак, мы продолжаем наш разговор об отборочном этапе Чемпионата Мира по футболу и продолжаем следить за сборными из постсоветских республик. Сосредоточимся на команде Казахстана, которая после сенсационной ничьи с Украиной, очень такой, знаете, яркой и событийной, по-настоящему драматичной, не смогла в следующем матче обыграть Финляндию. Давайте разберемся, как показали себя казахи в этой встрече, почему не удалось обыграть с соперника и какие выводы можно сделать из этой игры. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калудский21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, во-первых, хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, команда все-таки немножко перегорела в предыдущей встрече. Игра с Украиной, где была фантастическая концовка, драматическая, где были вот эти лихие повороты сюжета, когда одна команда выходит вперед, потом другая отыгрывается, и в результате фантастическая концовка, когда Украина сперва вышла вперед, а потом казахи отыгрались. Вот все это, конечно, сожгло очень много не только физических сил, но и эмоциональных. В результате пришлось, так или иначе, освежить состав. Многие игроки оказались на скамейке запасных, которые могли бы выйти в основе. Тот же самый Исламбек Куат, футболист, невероятно важный для опорной зоны, для центра поля, для того, чтобы выполнять большой объем работы. Вот он остался на скамейке запасных. Тренерский штаб пошел на определенные, такие, скажем, эксперименты. Например, Ян Вороговский появился номинально на позиции еще одного центрального хавбека, фактически заменяя здесь Куата. Но, понятное дело, что по функционалу Вороговский как бы не старался, не сможет справиться с этой задачей. Он вообще, скорее, крайний все-таки футболист, фланговый, нежели игрок для центральной оси. Поэтому здесь произошли определенные перестроения, произошла обновка состава, и, возможно, финны этим воспользовались. Тем более, что, знаете, все-таки Казахстан – это команда, которая сейчас так или иначе перестраивается, смена наставника произошла. Сейчас потихонечку ищут новые варианты для состава. Многие футболисты, которые считались суперзвездами для казахстанского футбола, как тот же самый Ислам Хан, как тот же самый Зайгнудинов, они сейчас либо вообще в составе отсутствуют, либо не попадают в основу. То есть идет строительство обновленного коллектива. И, разумеется, в этих условиях сложно показывать стабильный результат. Тем более, когда ты попадаешь в такую группу. Где есть сразу три участника чемпионата Европы. Вот это, на самом деле, не повезло по полной программе. Франция, Украина, Финляндия – все эти команды участвовали в недавнем европейском первенстве. Поэтому это, можно сказать, элита европейского футбола. Плюс та же самая сборная Боснии. Очень серьезная, которая показала зубы в матче с французами, сыграв мяч. Поэтому здесь, ну, априори было понятно, что у Казахстана минимум шансов попасть в первую двойку. И иметь шансы на попадание на чемпионат мира. Это нужно воспринимать именно как, знаете, такой полигон своеобразный. Для откатки новой команды. Для строительства коллектива. Для того, чтобы найти какие-то новые варианты. В том числе и в составе команды. Поэтому переживать из-за того же самого поражения с финнами не стоит. Финны – это очень крепкая команда. Это коллектив, где есть настоящие звезды. Тот же самый Градецкий. Галкипер, так на секундочку. Байер из Ливеркузен. Тот же самый Похян Пало. Тот же самый Терема Пуки. Все это футболисты очень-очень серьезные. У Казахстана таких игроков сейчас, к сожалению, нет. И нужно просто констатировать, что здесь, именно в матчах с такими оппонентами, и набираешься самого большого опыта. Поэтому переживать из-за поражения, я считаю, не стоит. Куда важнее, что вот именно здесь были испытаны новые модели игры. Новые варианты построения команды. Очень важно, что здесь, когда соперник вышел вперед, Казахстан смог прибавить и хотя бы надавить на своего оппонента. Ну и очень важно, что все-таки, действуя в обороне большую часть встречи, команда из Казахстана смогла, ну, вот за исключением одного эпизода, одной неудачной подачи и забитого мяча головой, все остальное удалось более-менее закрыть. Вообще, хотелось бы отметить, что финны в этой встрече показали себя типичной скандинавской командой. Хоть Финляндия не считается вот так полноценно. Скандинавии, они там делятся между скандинавским полуостровом и Карельским, но все-таки в футбольном плане они чисто скандинавы. Навесы, силовое давление, попытки бить издали, все вот это было заметно. И в результате бесконечное количество стандартов угловых, все это было очень напряженно. Воротарь Казахстана героически тащил один удар за другим. Шацкий вообще большой молодец, практически однофамилец Шацких, замечательного тоже футболиста в свое время, выступавшего за среднеазиатскую сборную. Ну а теперь вот есть Шацкий в Казахстане. Голкипер, который показал очень толковый футбол, на мой взгляд. Винить его в пропущенном мяче я бы, наверное, не стал. Тут больше вопросов к защитникам, на мой взгляд. А там, где можно было и там, где даже нельзя, голкипер тащил. Касаемо схемы игры, фактически у Казахстана мало что поменялось по сравнению с Украиной по самому модулю игры. Это все те же три центральных защитника, два крайних, два нападающих впереди и формально три хавбека. Но вот разница в хавбеках все-таки очень серьезная. Потому что появление того же самого Вороговского вместо Куата, она, согласитесь, вот эта вот разменка, она серьезно повлияла на формат действий команды из Казахстана. В том числе произошли, ну, скажем так, некоторые изменения позиционные. Потому что больше было акцента на фланге, больше команда старалась закрывать эти позиции, в том числе не позволяя сборной Финляндии свои забеги совершать по бровкам, навешивать и так далее. Поэтому здесь, на мой взгляд, насколько это было возможно, под соперника подстроились. Собственно, сейчас других вариантов и нет. Нужно подстраиваться под оппонентов и действовать вторым номером грамотно на контратаках. Это самый оптимальный вариант. И здесь, в принципе, повторяю, можно было тоже добыть ничью. Да, не повезло. Да, вот один из эпизодов многочисленных навесов завершился проигранным единоборством, забитым мячом головой. Но в остальном, мне кажется, есть поводы для оптимизма. Так что казахским поклонникам футбола, я думаю, переживать особо не стоит. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.